привет все любители остренького сегодня постараюсь сделать для вас обзор трех фронталок от компании dagger и сравню их с известным и не новым уже ножом от бекер плюс под названием на обзоре сегодня яга фронтальный керамбит также на обзоре сегодня новинка от даггеров это стал к очень необычный интересный нож и уже не новая модель но тем не менее весьма актуальный кощей slim что могу сказать вообще про фронталки от даггер по сравнению с бекером ощущается лучшее качество изготовления общая культура обработки общая культура подгонки деталей но тоже есть нюансы свои в принципе хвалить ножи я не буду потому что ну чё их хвалить да я ножи буду наверное ругать потому что за что их хвалить ну да фронтал до флипп до работают но вы же меня смотрите не для того чтобы я пел дифирамбы ножом да а наверное нужно наоборот как-то вас попытаться отговорить от покупки ну сразу скажу что в принципе к ножам серьезных каких-то претензий нет ну вот по мелочи удалось кое-что насобирать и так ну давайте начнем с новиночки с русалочки фишка ножа в том что здесь два шпенька и открывать его можно как прямым так и обратным хватом я уже выложил видео где рассказываю что первая русалка ко мне приехала с браком но я связался с даггер и мне сказали приезжай поменяем нож я собрался потратил пару часов времени съездил ребята в офис и без вопросов мне нож поменяли что еще хочу сказать сам нож очень интересный если сравнивать с кащеем slim то мы видим что длина клинка длина режущей части примерно одинаково разница только в оформлении кончика и вот тут и вот тут возникает интересный момент что у русалки что у еди эти самые кончики они очень очень-очень тонкие они бритвенно-тонки вот толщина вот этого кончика она ну стремится к нулю поэтому какие-то ковырялки этими ножами делая категорически не советую опять что касается культуре изготовления кощей slim вообще претензий нет монолитен абсолютно щелкает флипует слышите какой звук производит впечатление абсолютной надежности ничего нигде не люфтит нигде ничего не болтается ига в этом плане тоже не подкачала а вот с русалкой есть нюанс как я уже сказал первая приехала с браком не выкидывалась иногда лезвие иногда не убиралась а теперь послушайте внимательно один шпенек болтается я не знаю сколько слышно этот звук ну и тоже прям сильно болтается но люфтит люфтит да при этом не у еги не тем более у каще никаких люфтов нет все монолит вот почему-то создается впечатление что русалку ребята очень торопились выпустить в серию открыть продажу поэтому есть определенные огрехи дальше что касается люфта клинка первом экземпляре который был неудачный и я думаю что бракованный клинок люфтил достаточно ощутимо вот здесь сейчас на всех трех ножах люфт у клиночка примерно одинаковый он очень небольшой дальше что касается к счастлив обратная сторона вот этой плотной качественной монолитной сборки является то что у него очень тугой обратный ход клип то есть прям приходится палец напрягать я не знаю мой ли это экземпляр или на всех такая история если у кого-то есть к счастлив напишите в комментах насколько у вас обратно возвращается вот это но вот этот шпинек далее я ребят извините как бы так сумбурно немножко просто чего в голове есть то и рассказываю я всегда на обзорах делюсь своими личными впечатлениями поэтому здесь особо не цифр никогда не привожу никаких ничего да вот именно делюсь своими впечатлениями от использования ножа так вот ига это отличный нож для того чтобы сидеть на диване и вот а потом щелкать по факту где можно в повседневной жизни применить керамбит ну кроме как разрезание разных коробочек я вот ребят не знаю да ну еще вот бинтики пальцы винтовал когда очень удобно когда у так держу пальчиками его и отрезать до что есть то есть но сразу хочу сказать ножи из коробки все ножи из коробки пришли тупые то есть нет они конечно острые но вы знаете что острый нож этот который бреет ни один из ножей из коробки брить не зрел поэтому пришлось поработать немножко на мусатиках благо что стальки здесь достаточно простые на еге и русалки в г-10 здесь старая добрая д-2 в атаке я вообще не знаю что застали а тоже д-2 отвлекусь немножко посмотрите разницу в клиночку да с учетом того что даже вот скащаем смотрите друзья сопоставимый размер рукояти насколько у даггера даггер более ну что ли утилитарный клинок потому что вот так это первая моя фронталка которая купил чтобы вообще понять надо нам не или нет оказалось что надо принципе в фронтальных ножах что-то свое есть капризность механизма конечно сходит на нет все плюсы ну да не суть это что касается еги да то что это нож странный и в качестве единственного ножа его покупать ну наверно не очень разумно но если у тебя в коллекции там 70 плюс ножей то такая вот веселая хотелка она ну нравится вот именно как посидеть пощелкать так вот ножи из коробки туповаты туповаты на брусочках на мусатика подводится доводится буквально в несколько касаний но вот что касается еги тут ребята там беда смотрите когда ты ее на мусатика вправишь я делал по 20 градусов 3 рогольки да и вот этот керамбит я провожу то получается так что вот по моим ощущениям угол заточки по длине лезвия очень здорово меняется потому что вот здесь рядом с еще его 20 градусов прогульки просто проскальзывали да то есть не правился нож есть углу существенно больше а кончик легко заточился в бритву то есть по факту сейчас я имею нож который вот у основания да у начала лезвия он ну тупой опять же условно он бреет ну так бреет знаете как граблями садовыми по земле а кончик приобретает бритвенную остроту по большому счету это наверное небольшая проблема потому что ну керамбитом все равно мы режем кончик да там коробочки вскрываем там не огурчик разрезать там бинтик веревочку отрезать и так далее все у нас работает наверно в основном кончик но тем не менее вот какой-то такой вот странный факт есть опять же друзья я сейчас ориентируюсь на свои собственные ощущения замеров никаких я не даю такой прикольный коготь веселым там покрутить пощелкать вот это вот все да но кстати не надо делать вот как мы вытираем берем но на лезвие пальчик прошлись это смахнуть пыль да вот если лезвие у ножа если клинок прямой когда ну взяли сделали все попытка сделать так на еге пришло к тому что у меня срезались отпечатки пальцев очень аккуратно потому что видите да что как бы совершенно прямой по привычке движения у нас с вами лезвие ну вот может пальчик травмировать кстати я порезался не даггер да это совсем другая история с даггерами я очень осторож так взял в руки слим и сразу вспомнил интересную вещь значит ребят классные клипса очень красиво посмотрите ну правда красивую да но если вы захотите продеть сюда темляк стандартный паракорд не пролезет то есть он может там как-то пытаться пропихнуть но вот это вот часть она вот очень узенькая да то есть сюда тоненький паракорд не пролезет да не вопрос стол толстая пропихнуть не сумел как как это сделано например на латать ну дайте покажу что я веду об и все дальше он уже не лезть а сами понимаете при такой глубокой посадки обратите внимание здесь клипса на что у бекера глубокая посадка то у даггера у кащея слим садик кстати насколько он тоньше ребят понимаете да с учетом того что лезвие здесь больше по размеру сам ножом компакт особенно потушить так вот здесь клипса выступает над ножом поэтому посадка становится еще глубже классно вот это отличная идея но выковырить нос нож с кармана уже ну становится не то что проблем ну уж есть она бекер такую штуку повесил давно все равно удобно тем не за тем лечом в общем кого рассказывать так узал ребят знаете какой нюанс мы когда ее открываем закрываем смотри честно вот этот шпенечек ну вот этот шпенечек они двигаются в принципе понятно там монолитная конструкция да не жестко связано но когда мы берем прямым хватом у нас с вами этот второй шпенечек он упирается в ладошку и когда мы двигаем он эту ладошку щекочет соответственно вот если так долго щелкать то вы натирает цепляется тогда опять же но это не претензия при удержании обратно хватает аж самая история ведь от шпенечек он трется об ладонь если так сильно зажать нужно пытаться его открыть то вот из-за этого зажима он открывается ну вот с трудом но опять же ребят сама вот эта идея сама вот эта концепция фронталки которую можно открывать разными хватами но это бомбезная вообще вещь и конечно очень нравятся вот эти колечки эти колечки очень нравится потому что можно просто мизинец и держать нож таким фехтовальным назовем это хват при этом выбить нож из руки становится терять его где-то становится проблематично опять что-то отрезали повесили на мизинчик сделали подняли опять вот-вот-вот все начинаем делать это 1 2 возвращаюсь к егер возвращаюсь к егер открытие и и егер при удержании обратно хватом не представляет никаких проблем но для того чтобы взять ее прямым хватом да надо ли перехватывать в руке либо как-то вот пытаться ее там вот-вот перри перекрутить как тут это все производитель говорит что это ок я говорю что это не опыт дико неудобно ну еще клипсы есть не переставлять на кармане у вас висит сейчас попробую показать вот если вы правша и по правую руку может вяжите на карман то достав надо перехватывать и только после этого открывать это раз опять же производитель заявляет что это фича и что нож классно носить вот как 2 дополнительный там на левом кармане под левую руку и так далее да безусловно можно попихать все эти ножи вот так сказать на кармане сидит русалка обратите внимание ну выпирает но опять же не сильно опять же под колечку очень удобно брать мизинчиком вытаскивать и доставать открывать нож и второй нож у нас висит гига висит на левом карман по ножам я не знаю насколько это круто но опять же опять два ножа таскать две фронталки с собой таскать но это надо быть очень очень любить фронтал зря сел так вот зато очень удобно егу таскать под правую руку вот она выпирала достали убрали потерять нож при таких раскладах ну сами понимаете ничего не стоит поэтому лучше как-то подстраховываться я его таскал вот так на маленький карманчик и вот он так вот выпирает опять друзья промахать этот нож за такие деньги будет больно и обидно так дальше что еще хочу сказать ну такой может быть маленький вердикт вердикт вот ягу ягу очень жду очень жду с переставляемой клипсой и с вторым шпеньком вот сюда бы второй шпенечек взял вот так вот и щелк и открыл вот круто в плане перестановки клипсы понятно что тут конструкция не очень располагает к таким экспериментом но но с другой стороны вот версии 2.0 все-таки хотелось бы видеть помимо второго шпенька еще и посадку еги на правый карман нужна еще одна яга друзья что касается русалки ну я уже говорил что возможно просто поторопились и в серию выпускать может быть там какая-то первая партия она такая немножечко наспех сделанная но зато тонюсенькая ада сравнили с егой тонюсенькая изящная с насечкой в руке лежит хорошо прямой обратный хват открывается фронтал все легенько колечко вот это вот такие вот тут такие вот приятности что в принципе ну ну в классный нож классный претензии только вот ну может быть качеству но опять же я не знаю может там скип первая партия еще что-то ну вот не знаю это не знаю напишите кто еще купил русалку напишите если у вас каких люфты гремит ли она дан как насколько надежно работает механизм открытия закрытия напишите не поленитесь и прям вот топчик кощей slim очень 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 радует меня этот нож потому что максимально плотно собран классная клипса удобная вот эта кнопка на боку эти вот назовем так гардой до упором кнут мало ли что да придется чуть там не знаю там кольнуть там что-нибудь там деревяшку да или там и за шарик лопнуть резиновый и вдруг рука соскочит я все-таки немножко параноид и и поэтому я очень люблю когда рука чем-то защищена у того же бюкера да вот когда мы держим у нас вот ложится большой палец на эту кнопку и указательно здесь вот есть насечка худо-бедно какая-то там тоже защита от скальзывания есть вот в той же еге такого нет но опять же ребят здесь кольца здесь то нафиг не надо здесь кольца если ты просунул мизинец сюда все она уже никуда не денется рука никуда не соскочит не так не так никак поэтому поэтому однозначный фаворит вот сюда бы тоже vg10 d2 она петингует она ржавеет вот сюда бы конечно бы vg10 получилось прям ну вот шоколад причем клипса здесь переставлено несмотря на то что мы достаточно тоже пункт и там вот что я хотел сказать сейчас будет немножко картинок немножко я их поскладываю посравниваю эти ножички еще раз спасибо за то что просмотрели мой такой сумбурный обзорчик пишите вопросы в комментах постараюсь на все ответить покупать ли не покупать ли ножи решаете сами ну вот опять же в моем вот таком вот мини рейтинге самый такой простой обычный нож когда вот если хотите одну фронталку вот к счастью самый топчик вообще универсальный надежный без всяких там изысков но при этом ребята ночи стиль начиная от клипса и заканчивая клинком он очень стиль класс если хотите чуть необычного но тоже такого достаточно утилитарного вперед за русалку vg10 очень ее люблю необычная конструкция двухшпиньковая симпатичная клипса кстати вот клипсе у меня претензии потому что по сравнению с кощеем да она менее утилитарно то есть если у коще клипса такая что засуну и все надежно сидит на кармане то вот эта штука она ну как-то у меня большого доверия не вызывает то есть если засунуть его глубоко в карман то она вроде ок но все равно вот тут как тут все равно тут легко и вынимается да если мы суем каще то все потом никто не денется зацепился за карман вот прям он приходится с усилием вот эти ножи но они как-то более легко из кармана вытаскиваются да вот еще раз ребят смотрите как глубокая посадка класс посадили нож на карман его не вида особенно на черном есть нож нет ножа сразу не поймешь вот тут эти клипсы премиальные как их позиционирует производитель они ну все-таки менее надежно фиксирует нож на карман как мне кажется ребят это мое мнение а я сейчас никого не ругаюсь дальше и яга в моем мини рейтинге на последнем месте просто потому что это нож для тех у кого все есть вот хочется фронтальный керамбит пожалуйста для чего нужен все эти щелкать на диване смотреть сериальчик смотреть ютюб щек смотреть меня на ютюб щеки кстати ребят подпишитесь мне будет очень приятно ну и лайк поставьте все же не зря видос писал да и конечно ну вот что нибудь вот он такого тут вскрыть кстати по причине травмы пальца я последнее время орудую много левой рукой и в принципе вот как раз вот это вот под левую руку удержания сделала ягу моей спутницей основной на вот этот небольшой период времени потому что я правой рукой там что-то придерживаю левый достал отрезать да потому что временно стал левшой ну и кстати между прочим если вы левша тут это для вас просто бастфер ну правда удобно что-то достать взять отмахнуть даже в принципе можно не перехватываться да потому что большому счету коробочку скрыть движением почему бы и нет да или чем там по отрезать отрезать если вы левша если вы правша тоже ну интересный экспириенс поработать левой рукой впрочем друзья решать конечно вам не так еще раз приглашаю посмотреть картинки с сравнением этих ножей спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно подписывайтесь пока спасибо за просмотр ставьте лайки я пока ну это Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, друзья, Яга отлично заходит в крепление моли. Легко достается, легко убирается. Русалка тоже заходит, но из-за насечки, из-за шпильков уже не так легко ее засунуть и высунуть. Но тем не менее, возможно. Крепление же же не влезает вовсе. Теоретически его запихнуть возможно, но нож, который нельзя оперативно достать, как мне кажется, лучше так не засовывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok